Слово имеет товарищ из Коммунистической партии Казахстана Абрахманов Аджан Эссир Кедович Здравствуйте, товарищи! Я с этой трибуны рад поприветствовать вас от Коммунистической партии Казахстана Это Казахстанская организация Коммунистической партии Советского Союза В этом году мы отмечаем столетие Великой Октябрьской социалистической революции Чтобы понять неоисторическое и прогрессивное значение для всех народов Российской империи И в частности для народов Казахстана Предсообразно вспомнить то, чем был Казахстан до революции И что нам дала наша революция Итак, чем был Казахстан до революции? В конце 19-го и в начале 20-го века Казахстан являлся одной из национальных окраин Российской империи Фактически ее колонией Со скорее преодолем, чем капиталистическим упадом Доминирующим способом производства было кочевое животноводство Коренное население находилось под двойным гнётом Качевников эксплуатировали как свои пари Так и царизм посредством аппарата генерал-губернаторства Для широких слоев коренного населения Для крестьян-переселенцев и рабочих из европейских губерний России Практически не существовало медицины Образование ограничилось религиозно Подавляющее большинство населения не умело читать и писать Естественным ответом народа на свое тяжелейшее положение Еще более усугубившееся империалистической войной Стало восстание под удовольствием Амангеды Иманова в 1916 году То есть накануне революции Многие участники этого восстания впоследствии приняли участие в установлении советской власти в Казахстане Что нам дали Октябрьская революция и советская власть Октябрьская революция смела эксплуататоров Казахских правил русских капиталистов и помещиков Уравняла права все народы казахстан Советская власть как форма диктатуры пролетариата Дала нам свободный труд, бесплатные медицины, образования, социальные и пенсионные обеспечения В Советском Казахстане были построены тысячи промышленных предприятий Освоены целинные земли Открыты десятки высших учебных заведений Первые дни в 1928 году Усилия ученых всего Советского Союза фактически с нуля созданы казахстанская наука Открыты сотни научно-исследовательских учреждений Что позволило сначала создать казахский филе Академию наук СССР А в 1946 году Академию наук Казахской ССР В Казахстане получили бурное развитие искусства и культур Открыты десятки театров и музеев Именно советская власть возродила казахское государство Сначала в 1920 году в виде казахской Кыргызской АССР в составе РСФСР А затем в 1936 году в виде казахской советской социалистической дискуссии Еще одним и, пожалуй, самым главным достижением советской власти Как в Казахстане, как и во всем Советском Союзе Стало практическое воплощение идеи интернационализма Создание братьев русских и казахов, украинцев и узбеков, белорусов и татар, немцев и евреев И всех других народов, населяющих нашу великую страну Поэтому не будет большим преувеличением сказать Что Великая Октябрьская социалистическая революция Дан народам Казахстана весь мир А потеряли мы только собственные цепи Почему произошел контрреволюционный переворот в этом случае? Ответ на этот вопрос Значительной мере дан многими выступающими Это отход от диктатуры пролетаряцев Мне остается только еще раз поцитировать Владимира Ильича Ленина Ничто не может нас побудить, кроме наших собственных ошибок Чего мы лишились из-за контрреволюционного переворота? В результате контрреволюционного переворота 1991 года Реставрации и наступления капитализма Трудящиеся Казахстана лишились свободного труда Бесплатных медицины и высшего образования многих социальных гарантий Но самое главное, человек труда лишился уверенности в завтрашнем дне Экономическая политика ужасно-националистического правительства Республики Казахстан Являющегося марионеткой мирового империализма Привела к банкротству и разрушению сотен тысяч заводов и пабли Колхозов и совхозов Закрытие в больниц и школ превратило Казахстан в нефтяной придаток империалистических стран Доказательством этого является очередное падение уровня жизни казахстанцев Девальгация национальной валюты Всякий раз после падения мировых цен на нефть Необходимо отметить, что все нефтяные месторождения эксплуатируемые сейчас Открыты советским ученым Что же трудящиеся Казахстана, рабочие и крестьяне, ученые и инженеры получили взамен Безработицу и нищенскую зарплату Национализм и межнациональные конфликты Культ наживы и разврата Беспрецедентную коррупцию и разграбление государственной собственности Бессменного президента и бесконечную череду затратных зрелищ К сожалению, мы получили и облаженную систему буржуазной пропаганды Иллюзию демократии и многопартийной избирательной системы В том числе с участием карманной уже коммунистической народной партии Казахстана Надо признать, что за четверть лета усилия буржуазных пропагандистов По дискредитации коммунистической идеи и советского периода истории Дали свои черные исходы не только у молодежи, не видевшей советской власти Но и среди людей старшего поколения Мы коммунисты Казахстана И это надо признать, в значительной мере лишились доверия эксплуатируемых классов Что нам делать? Настало время от декларирования органов пролетария всех стран соединяйтесь Перейти к реальному воплощению этой идеи А именно Первое Безусловно и абсолютно поддерживают соц. страны Трудящиеся, которые под руководством коммунистических партий строят коммунистическое общество Эти страны находятся под постоянным давлением мирового империализма На них направлены обвесения, действия и угрозы мирового дандарма современности США и их успешных Мы должны понимать, что социалистические страны являются витриной коммунистической идеи Если они будут успешно развиваться, то в компарте всего мира будет сильная идеологическая оппозиция Если эти страны погибнут или свернут в ранее выбранного пути Если их трудящиеся будут испытывать политические или экономические решения То наша агитация и пропаганда потеряют половину своей силы Вместе с тем не все страны, называющие себя социалистическими, являются таковыми надеждами Во-вторых, безусловно и абсолютно поддерживают коммунистические рабочие партии, вынужденные работать на нелегальном или полулегальном положении Члены этих партий находятся под постоянным давлением репрессивного аппарата буржуазно-националистических правительств Нашим товарищам перманентно обращают уголовное преследование А иногда они работают в средствах для жизни, как для самих коммунистов, как и членов их семей Мы должны организовать подготовку коммунистов работать в таких условиях Включая те партии, которые пока еще могут работать легально Пример коммунистической партии Казахстана показывает Как легко буржуазно-националистическое правительство может запретить деятельность компартии Что произошло с нами в 2015 году В очередной раз доказывают правоту слов Карла Макса о том Что право – это возведенное в закон воли господствующего класса Третье Совместными усилиями развивать теорию марксизма-ленинизма Тремительно к современному состоянию капитализма Разрабатывать и делиться с товарищами методиками преподавания и пропаганды этой теории По-научному объективно разоблачать попытки ревизии марксизма-ленинизма Создать международный банк правды о мифах, придуманных и используемых нашими идеологическими противниками Только совместными усилиями мы одарим систему мирового империализма Звериный остел готовый, к сожалению, мы наблюдаем на всем протяжении ее существования Германский фашизм, японский милитаризм, фарварские бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, Вьетнама и Кореи, Югославии и Библии Сотен и тысяч городов на сей континент Голод и лишение миллиардов людей Это характерные черты империализма Мы, коммунисты Советского Союза, глубоко убеждены, что выход у нас есть, и только один Это победа социалистической революции Проветали все страны, соединяйтесь! Прост-кром! АПЛОДИСМЕНТЫ